Всем огромный привет! Мы находимся в магазине SimoLand. Сейчас праздничные дни. А нас, вы знаете, хлебом не корми, дай поотдыхать. И, пользуясь случаем, пройдёмся по магазинам. Ну, а если у вас нет возможности пройтись по магазинам, то прогуляйтесь вместе со мной благодаря видео, да? Во время видео посмотрим, что же тут продаётся. В SimoLand я зашла в отдел обуви для женщин. Ну, женская, мужская там рядышком, детскую как-то уже показывала. Ну, сейчас смотрю тут, что для дам. Короче, опять заговорилась, начнём. Смотрите, полуботинки, они называются женские. Цены увидите, помним, да? Оптовая розничная, чем отличается. И при каком случае действует оптовая цена. На вид очень-таки прочные, но твердоватые. Хотя, если так каждый рассматривает, то не хватит и времени. Следующая модель практически такая же, да? Нет? Ну, похоже. Фирма такая же, и цена у неё, в принципе, такая же. Вон, ценники маленькие. Наверху тут ещё вот с такими мягкими зайчики такие. Мягкие вставки. Цена у неё 759, если опты, 911, если розница. Тут... А, так это всё одна и та же фирма. Вот это вот идёт. Просто разные вариации. И цены варьируются. Так. А это вот такая вот цена. Сейчас с артиклом. Вот артикл. Если заказываете через сайт. И вот такой внешний вид. У, чёрной модели. Вот такие же голубые там стояли. Вот данная фирма. Что мне самой здесь понравилось, это вот такие вот. Они очень лёгкие. Как они правильно? Слепоны женские. Розовые, он серебряный и чёрный. Всё блестит. Небольшая платформа. Цена у них 1100, если опт, и 1320, так. Вот, цена внешняя, если... Ну, не знаю, по-моему, весёлая. Просто среди этих однообразных будней, когда обувь там чёрная или белая, хочется чего-нибудь такого эдакого. Кроссовки. Ой, очень лёгкие. Тоже эта же фирма. Два цвета здесь представлено. И цена. Цена, цена, цена. Внизу более тёплые варианты. Внизу, смотрю, вообще ещё тут сапоги. Видимо, распродажа идёт. Давайте посмотрим, сколько вот такие модели стоят. Так. Цена артикл. И вот они. Много их здесь. Так, что ещё? Стоит, внимание, или не стоит? Вот. Очень много сейчас магазинов предлагают данный вид обуви. И здесь тоже интересно тем, что вот у некоторых классная подошва. Видите здесь? Вот этот, как он правильно называется-то? Супинатор, не супинатор. Забыла слово. Вылетело. С виду они наипростейшие. Но 490, 588. Но хотя бы здесь не плоско. Сейчас покажу. Вот, к примеру, у этих. Тут просто плоско. Тут вообще никаких углублений, ничего. А, ну и цена дешевле. Ну, тоже так красиво переливается. Мне вот одно только интересно. Как за такой обувью ухаживать? Только если стирать в машинке, потому что, как вот, капнет. И всё, уже след останется. И разные цвета. Видите, они. Вот внизу совсем не то. А так и сиреневый, и розовый, и под золото, и бирюзовый. В общем, все-все-все цвета. Что-то у меня издалека стало плохо фокусироваться. Так, есть вот такая модель. Кеды они называются. О, весёлые ананасы, смотрите. Ну вот, именно вот такая. Лучше мне не очень нравится. Мне кажется, когда вот так вот оно всё, оно быстро... Нога будет вылазить, только если для широкой стопы. А так вот здесь тоже вставка. Мягкая, кстати, ткань. Но немножко не обработана. Но это так, просто на первый взгляд. Так. Вышивка. Цветочки. Тоже, это же фирма. Следующие. Подшли мы медленно вот к таким красивым. А цена. Ну, тоже просто прямая подошва. Мы так быстренько переметнулись на другой стенд, чтобы не мешать покупателям. Здесь, кстати, можно ещё поближе рассмотреть те же самые практические модели. Вот она. Такой размер. Можно покрутить, повертеть. И на коробки цену посмотреть. Так, надо с артиклом. Вот артикл. Они такие не лёгкие, не тяжёлые. Эти более массивные. У них уже платформа побольше, они потяжелее. Но, да, внутри тоже некое. Там стельки супер. Сфокусировалась. Неужели белые и чёрные, они одинаковые, только цвета разные. 680 и 828. Несмотря на то, что они кажутся такие маленькие, они тяжёлые. У них, видимо, прирезиненная подошва. Да, такая вот. Внизу тоже чёрная. Тут вот такой, типа, подзащитный цвет расцветка. Цвет расцветка. 439, 127. Так что выбрать есть, из чего уж точно. Выйду из тени. Вот. Цена 490 или, ну, 564. Внизу, пожалуйста, красная. И, смотрите, какая платформа. Сейчас один возьму. По-моему, такие аккуратненькие. 390. 449. Как я говорила в самом начале, что сейчас праздничные дни. Народа очень много, поэтому немножко получается, что я перескакиваю. Но я думаю, что это сильно напрягать не будет. Всё-таки не на полсловия. Просто на полпути его осмотра. Здесь у нас балетки. Цены вот замечательно всё просматриваются. И вот такие очень лёгкие, незамысловатые балетки, которые тоже блестят. В принципе, их и так понятно, какие они есть. И все знают, что такое балетки. Ну, надо сказать, что у них тоже не у всех. Сейчас я покажу внизу, которых есть, только удобные. Вот, пониже представлены. Тут уже для более комфорта. И цена у них уже тоже подороже. Чёрные, чёрные, чёрные. Всё чёрное. А здесь всё светлое. Так же тут нравится вот такой вариант кроссовок. Смотрите, какие они. Ой, ну, конечно, что-то сделано, но сразу же такое бросилось. Но расцветка интересная. Написано, что разработана в России. Я люблю комфорт. Вот, советую сушить. Не погружайте обувь в воду и не мать и под краном. Вот. И вообще, когда они замырают, сразу берёте и выкидываете. Это шутка, если что. Так, кроссовки тоже. Расценка, артикл. Топ-плэнд тоже разработана в России. О, вот эти гнутцы, смотрите, они мягкие. То есть и подошва не скользящая. В принципе, аккуратные. Вот так, если уж не придираться сильно, то достаточно приятно на них смотреть, трогать и вообще ощущать. Кеды. Тоже топ-плэнд. Цвет серый. Серебро написано в ассортименте. Артикл есть, цены есть. Тоже мне вот всегда интересно, как и с этими, как с балетками, как они, мы таки только что смотрели, как вот за этим ухаживать. Очень красиво переливается. Ну, просто шикарно. Ну, как подумаешь, ты будешь на наши улицы, у нас особенно на Урале часто дожди, грязь и вообще город сейчас не самый чистый, то вот такая обувь быстренько превратится в нечто несуразное. Либо есть какие-то специальные средства, хотя иду к из любых его одежать. Ладно, все, молчу-молчу. Но очень понравились они мне внешне. И вот у них цены такие. Первая, вторая. Артикл рассмотрели. Топ-плэнд, та же фирма. Топ-плэнд. Красавки. Открою вышивкой. О, ну тут все, и вышивка, и аппликация, и лента вместо шнурка. В общем, все 33 удовольствия. Очень легкие, невесомые просто. Внизу. 1238. Какое это. Вот какое это представление. Разработано в России. Ну да, все то же самое. То есть этот стенд именно с этой маркой. В завершении данного видео, данной прогулки по женской обуви. Покажу стенд. И здесь рядом так вкусно пахнет. Слушайте. Как будто булочки пекут. Точно, я внизу нахожусь. Вернее, я нахожусь вверху, а внизу, там где хлеб. Непосредственно Симмоленд свой, свой яд. Так как кулинария, пекарня. Печет. Так. К слову сказать, вот где я сегодня прошлась, где мы посмотрели видео, это запаха вот или сильного, как Китая, или вот этой кожи, вот не было. То есть иногда бывает, зайдешь в отдел и просто думаешь, как же бедные работники здесь работают. Запах очень такой едкий, стойкий. Тут нет, сегодня этого запаха нет. Либо очень хорошо вентиляция работает. Потому что не думаю, что здесь все прямо из России, что все такое качественное. Так. Нет, я не хотела сказать в плохом смысле, что вот все некачественное. Просто, что... Ну, Китай. Видите, это вот кто? Это изготовитель. Обычно вот из таких вот запах-то и есть. Так, и внизу вообще 700 рублей. Вот это 700 рублей. Вариант. И вот это 700 рублей, да? Ну вот, пожалуй, на этом стенде мы закончим. Но будем еще дальше изучать, смотреть товары в этом магазине. Так что не переключайтесь. Вам желаю приятного просмотра и отличного настроения в эти праздничные дни. Всем огромное спасибо за комментарий, за поддержку. До новых встреч и пока! Пока!